Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на третьем этаже нашего громадного шестиярусного склада. Здесь у нас коцы электропроводки, громадное количество генераторов, стартеров и множество навесного оборудования. Помните, что в компании «АвтоСтронг-М» очень сладкие цены. Ну а сейчас мы разберем образцовый экономичный двигатель Mitsubishi 4G92. Встречаем! Двигатели Mitsubishi семейства 4G9 – это рядные бензиновые четверки с объемом от 1.2 до 2.0 с 16-клапанной ГБЦ. Для данного двигателя существует несколько вариантов ГБЦ с одним распредвалом, с двумя распредвалами, а также с фирменной системой изменения фаз газораспределения MIVIC. Также именно в этом семействе появились двигатели с непосредственным впрыском GDI. Сегодня мы будем разбирать популярный двигатель объемом 1.6 4G92, снятый с Mitsubishi Carisma 2004 года. Также данный двигатель ставили на Lancer и Colt. Двигатель 4G92 производился с 1991 года по 2007. Двигатель 4G92 имеет очень хорошую репутацию. При своем небольшом объеме он очень тяговит и экономичен. Его ресурс минимум 300 тысяч километров. Замена либо ремонт этого двигателя может понадобиться при возникшем масложоре из-за закоксовывания маслосъемных колец. То есть поменяли кольца, поехали дальше. Также данный двигатель очень хорошо тюнингуется с заменой ГБЦ с системой MIVIC, а также установкой высокопроизводительных форсунок, а также иных деталей. С такими переделками данный двигатель развивает от 180 лошадиных сил и выше. На сегодняшнюю съемку выпало дежурство вашего любимого Николая. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка имеет тросовый привод и датчик, который определяет ее положение. В данном случае у нас он обломался. Так вот, со временем данная заслонка нуждается в чистке и регулировке датчика. Да, да, именно регулировки датчика, чтобы ЭБУ видел правильное положение дроссельной заслонки. При полностью закрытом дросселе датчик должен выдавать сигнальное напряжение 0,63 вольта плюс-минус 0,1 вольт. Сигнальное напряжение находится на втором контакте. Регулировка производится ослаблением винтов и подкручиванием самого датчика. Также стоит проверить работоспособность датчика. При полностью открытом дросселе датчик должен выдавать напряжение в 5 вольт, при 3000 оборотах 3 вольта. Если датчик неисправен либо же плохо отрегулирован, то двигатель будет плохо держать холостой ход либо же завышать холостой ход, потому что ЭБУ будет формировать неправильную топливо-воздушную смесь. Холостой ход регулируется отдельным регулятором. Плюс на дросселе есть отдельный винт для более тонкой регулировки холостого хода. Так вот, при неисправности регулятора холостого хода нестабильность холостого хода зависит от режима работы двигателя, а также от его температуры. Например, на холодную двигатель может не заводиться либо же глохнуть без нажатия на педаль акселератора. А когда двигатель теплый, то обороты холостые могут проседать при включении электрооборудования. При чистке заслонки настоятельно рекомендуется снять регулятор холостого хода, потому что вся грязь при чистке может попасть в него и вывести его из строя. Если двигатель так себя ведет, то значит в регуляторе механическая поломка. То есть шаговый электродвигатель не может выдвинуть достаточно шток регулятора из-за износа лепестков на штоке. Также данный клапан регулятор может выйти из строя из-за старости, то есть будет обрыв либо замыкание в его обмотках. Номинальное сопротивление обмоток 35-40 Ом. Оригинальный клапан регулятор стоит сумасшедших денег, но есть китайские заменители, которые стоят дешевле. Еще есть отличный вариант купить бэушный регулятор. Также если есть проблемы с холостым ходом, не стоит забывать о подсосах воздуха. В двигателе 4G92 используются две сдвоенные катушки. Одна катушка зажигает искры в цилиндрах 1.4, а вторая в цилиндрах 2.3. Эти катушки надежные и долговечные. Пропуски зажигания обычно случаются из-за пробоев наконечника. Если пробивает наконечник, то пропуски зажигания возникают в одном из цилиндров. А вот если одна катушка выходит из строя, то отключается сразу два цилиндра. Номинальное сопротивление первичной обмотки 0,5-0,7 Ом, вторичной обмотки 21-30 килоом. Отличные катушки ждут вас в «АвтоСтронге». Стандартная неисправность форсунок, которая проявляется через многие сотни тысяч километров. Это засорение, которое в свою очередь проявляется дерганиями при разгоне, а также неровным холостым ходом с пропусками зажигания. Форсунки отлично чистятся по стандартной процедуре. Надо снять каждую форсунку, пролить очистителем, подавая на каждое напряжение. При установке данных форсунок надо использовать новые уплотнительные кольца. Из-за старения данных колец может возникнуть запотевание топливом на корпусе впускного коллектора, а также ГБЦ. Также может появиться, естественно, запах топлива. Эта неприятность легко устраняется и недорого с заменой вот этих уплотнительных колец. Также в редких случаях из строя может выйти регулятор давления топлива, из-за которого давление в топливной рампе будет менее 3,2 бар. Также может ухудшиться производительность бензонасоса, который должен подавать топливо в рампу с давлением не менее 5,5 бар. Система вентиляции картерных газов на двигателе 4G92 предельно простая. Важным элементом этой системы является вот этот регулирующий клапан, расположенный в трубке, которая проложена от клапанной крышки ко впускному коллектору. Так вот, на возрастных моторах, а также на неухоженных моторах этот клапан может закупориваться либо же остаться в открытом положении. Если клапан закупорился, то давление в картере возрастает и масло выдавливается по уплотнениям. В основном это по уплотнению клапанной крышки. Также были случаи масляного фонтана из щупа. А вот если клапан не будет закрываться в некоторых режимах работы двигателя, то тогда масляные пары будут оседать во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке. Также двигатель будет держать повышенные обороты холостого хода примерно 1300 оборотов в минуту. Верный внешний симптом проблем с клапаном ВКГ – это проваливающиеся обороты на ходу после торможения. Клапан можно проверить на холостом ходу. Надо пережать трубку после клапана. Клапан должен щелкнуть, потому что сердечник, который в нем должен иметь свободный ход. Этот легкодоступный клапан лучше заменить, если он никогда не менялся. Но цена может неприятно удивить. Клапан стоит 20 долларов. Сняли клапанную крышку и здесь мы видим четыре сальника, которые уплотняют свечные колодцы с клапанной крышкой. Так вот, они задубели и поэтому мы видели масло на свечных наконечниках. Традиционно на двигателях 4G92 с одним распредвалом гидрокомпенсаторы отсутствуют, но с 2001 года специально для автомобилей Carisma в рокеры поставили гидрокомпенсаторы. Соответственно, регулировать тепловые зазоры в этом двигателе не нужно. Но при пробеге в 200 тысяч километров гидрокомпенсаторы могут начать цокать. Их надо поменять. Замена производится достаточно легко. Снимается клапанная крышка, откручиваются оси рокеров и меняются гидрокомпенсаторы. Лаковый налет в деталях ГБЦ интенсивный, значит в этом двигателе масло меняли нечасто. Но по состоянию роликов и рокеров у нас замечаний нет. Ремень ГРМ на двигателе 4G92 требует замены каждые 70-90 тысяч километров. При обрыве ремня ГРМ поршни и клапана встречаются. Но иногда можно отделаться легким испугом. Клапаны уцелеют на шестернях. Для замены ремня ГРМ есть все метки. И не надо никакого дополнительного инструмента для замены данного ремня. Мотор надежный, ГБЦ надежный. С ней практически ничего не случается, но при больших пробегах могут дать течь маслосъемные колпачки, как в данном случае. Мотор масло ел. Блок у данного двигателя чугунный, гильзы соответственно тоже. Видна открытая рубашка охлаждения. Если говорить по состоянию, то хон хороший. Но видны небольшие пробежалости. Нагар на донышках поршней. Мотор очень хорошо подъедал масло. Двигатель 4G92 не склонен к жору масла, как многие двигатели Mitsubishi. Но к пробегу в 300 тысяч может возникнуть жор масла. Тогда надо поменять маслосъемные колпачки и, быть может, поменять поршневые кольца, потому что они залегли. Как в данном случае мы видим, что здесь высокое маслосъемное кольцо 2 миллиметра примерно, но оно все закоксовано, потому что у данного мотора не было нормального обслуживания, то есть своевременного масла своевременно не менялось. Может быть заливалось даже дешевое масло. Если говорить по состоянию шатунных вкладышей, то здесь все в пределах нормы. А вот на коренных вкладышей видны отчетливо царапины глубокие. Добавим, что поршни здесь нет таблеточной конструкции с удлиненными юбками без графитового напыления и в шатунах присутствуют маслофорсунки. Состояние коленвала непроходное, видны и даже чувствуются глубокие царапины на шейках коленвала. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный двигатель 4G92. Если его обслуживать своевременно и качественно, то он будет радовать вас многие сотни тысяч километров. Так и должен выглядеть. Вернее, так выглядит действительно надежный двигатель. Если вы хотите знать о моторах и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».